Новые категории. Выиграй танк за 95 рублей. Получай бонусы при пополнении и трать их в новом магазине или в новой игре Миньоре. Водшоп стал еще интереснее. Переходи по ссылке в описании. Всем привет, друзья! С вами MV921 и наконец-то мы узнаем, на что заменят в нашей игре FV215B. Разработчики его хотят вывести из игры по тем же правилам, что и 155-го Фоша. То есть у тех, у кого он прокачан, он останется в виде акционной машины и вместо него появится другой танк. И как раз отвечая на вопрос, который у меня лично возник, потому что где-то в Wargaming я видел скриншоты V215B в HD-качестве, спрашиваются, раз танк, собственно, из игры будут вводить, менять там на что-то, зачем делать HD-модель и тратить на это человека часы. А вон как оказывается, все элегантно. И тот сохраняется, и новый добавляется. Но, с вашего позволения, мы поговорим об этом ближе к концу видео. Потому что, помимо этих изменений, еще есть два. Разрабы хотят чутка изменить Conqueror и довольно значительно Kerner One. Первый вопрос, наверное, который у всех должен возникнуть, это не то, как поменяют, а то, зачем меняют. Ну, типа, уже привыкли все, кто надо уже, наверное, выкачал там, новичков там хрен состимулируешь. Но смысл у разработчиков вот какой. Они сейчас бьются за наследственность в каждой ветке. Чтобы каждый следующий танк был примерным продолжением геймплея предыдущего. И в конце ты получал примерно понятный тип танка, ты уже должен понимать, как на нем играть. Не знаю, правда, мы и без этого жили, но тем не менее, вот такой сейчас тренд. И, наверное, это не самая плохая идея, в конце концов. Ну так вот, в этой всей ветке британских тяжей действительно странно. Кернер One это какой-то непонятный танк без максимальной скорости хорошей, без хорошей подвижности, без брони, с какой-то пушкой-тыкалкой, с хорошим бронепробитием. Он не был полноценным тяжем никогда и воспринимался многими как какая-то, ну, немного разжиревшая СТ-шка. Только тяжелая и также без брони. А в этой всей ветке из этих танков один был получать топовый придуманный, восьмой уровень хрен пойми какой, нормальный был только девятый, Конкеррор. Я сам в многих своих видео советовал даже, ну и особо, может быть, не всем торопиться исследовать десятку, потому что девятка очень хороша. И разрабы, вероятно, по этим данным, либо пришли к такому же выводу, решили сделать весь геймплей у британских топов аналогичным девятому уровню. То есть аналогично Конкерору. Ну и начинаться вся эта катавасия будет именно с восьмого уровня Скэрнерована. Итак, что у него было и что станет? Ну, прежде всего, у него был разовый урон 230. Ему его сделают 280, на 50 очков больше. При этом ему добавят брони. Как я понимаю, его топовая башня будет сродни новому Центуриону Экшн Икс, то есть там миллиметров будет совсем дофига. И он от этой башни, восьмых, например, уровней, будет совершенно без проблем танковать. Ну, в компенсацию этому уменьшит подвижность. Максимальная скорость и так и без того конченная останется без изменений, те же самые 3-4 км в час. А вот с удельной мощностью будут, видимо, какие-то перемены. Конкретных данных пока, на настоящий момент, у меня нет. Может быть, спустя час-два уже появится информация в интернетах, но пока на момент подготовки этого видео информации нет. Также ему чуть-чуть подрежут комфорт стрельбы. Было время сведения 1.9, будет 2.3. Тут, правда, дофига не чуть-чуть. Сильно ухудшится время сведения. И точность 0.32 останет 0.34. Но, внимание, друзья, урон в минуту у него вырастет на тысячу. Вот на этой минутке поподробнее. У него ДПМ сейчас 1770. А будет 2.800. Это будет ДПМ страшнейший, лютейший. Это, ну, как бы этот ДПМ стоит вообще всех там незначительных нерфов в прицеливании, в точности, в мобильности и все остальное. Это будет бронированный чувак, который будет на манер американских танков вгрызаться в рельеф, прятать свой не самый прочный корпус и от башни и от ОВНов все разваливать. Какой-то филиал Центуриона Экшен Икс, реально, но только вот с такой, не самой большой альфой, но страшным уроном в минуту. Перезарядка одной пульки будет 6 секунд. У него, его маленькая, это сейчас 7.8 КДшка, будет 6. 2.800 ДПМ на восьмом уровне среди тяжей это будет какой-то прям вентилятор. Мне сначала казалось, что это изменение ради изменений, но с таким ДПМом хочется попробовать данный танк. Как он будет играться, реально ли будет танковать и где, и так ли будет просто на нем реализовать ДПМ. Если это все будет возможно, то это будет дико интересная машина. Она будет совсем другая, но, признаемся честно, нынешний Кэрдерман какая-то хрень на палке. Непонятный танк. Будет гораздо более понятным. Ием дальше. Девятый уровень, Конкурор. На нем как бы весь геймплей и новые ветки основываются, поэтому разрабы решили что? Решили отпилить немного ДПМ. Так, чисто по приколу. 2.280 было и 2.120 станет. Это примерно, ну, чуть меньше секунды дополнительной перезарядки на один выстрел. Вроде бы не самая большая потеря. Но при этом, что важно, ему добавят брони. Опять же, пока не ясно, где и сколько. И немного сократят мобильность. То есть, он тоже будет таким же аналогично Кэрдерману. Но, правда, уже без такого сумасшедшего урона в минуту. Ну, правда, тут альфа 400, а не 280. Важно понимать. Странноватые немного изменения, признаюсь. И не очень понятно, почему и чем они обусловлены. Но, может, разрабам виднее и так будет лучше. Но пока на берегу кажется, что если с восьмеркой, ну, вообще окей. И прямо интересно попробовать. То здесь как-то немного я насторожился. Конь один из лучших ТТ 9 уровня. И его менять, это вторгаться в святое. Это как бата нерфить. Вообще запрещено. Ну, наконец, самое интересное, друзья. FV215B меняют на Super Conqueror. Прикол весь в том, что этот танк нужно просто видеть, чтобы было понятно, о чем речь. К сожалению, есть всего лишь один какой-то несчастный скриншот. У разработчиков, как я понимаю, еще не готова финальная HD модель. Есть ли столько вот такая, какая-то низкополигональная, примерная, что ли. Но логика будет понятна. По факту, внешне это тот же Conqueror, только обвешанный дополнительной броней по всему лбу. По башне, по корпусу и так далее. И в итоге корпус во лбу у него получается по толщине примерно такой же, как и у нынешней FV. То есть, ну, шило на мыло. Что там у нас 152 мм, что здесь 152. Правда, броня бортов у него будет чуть поменьше. 101 против 76. А корма и вовсе тонкая, 38. Но лоб башни планируется прям вообще ошизенный. 254 мм у нас была маска. Будет 279. И все остальное. То есть, его нужно пробовать. Ни картинок, опять же, ни коллижной модели пока нет. И полюбоваться нечем. Но это что-то будет то, что давно напрашивалось. Это будет что-то интересное. Правда, те параметры огневой мощи, которые сейчас есть у нынешней FV-хи, у Суперконя будут несколько хуже. И это вот чутка настораживает. Альфа будет те же 400. Бурнепробитие те же 259. И точность те же 0.33. А все остальное чутка хуже. У этой FV-хи, которая сейчас перед вашим вниманием гоняет, время сведения для тяжей 10 уровня рекордное. 1,7 секунды. Куда уж быстрее. А будет у Суперконя 2 секунды. Ну, такое. Время перезарядки тоже будет чутка дольше. И ДПМ против нынешних 2700 будет 2580. Еще у новинки будет обзор в 400 метров, когда у FV-хи 410. И ХП будет даже меньше. 2350 против нынешних FV-2500. То есть, довольно странно, да? Вроде бы внешний вид и броня круче. Но он сам будет медленнее. Он сам будет не таким прямо супер снайперским. Не таким прямо рыцарем на коне. И ожидаешь не очень хороший танк. Но тут есть два момента. Прежде всего, нафиг нам эти новые имбы, которые потом опять понерфят. И мы же будем с вами жаловаться. Поэтому новый танк, он интересный. Он именно новый, необычный. Но не сверх имбовый. А второй момент. То, что FV-215B из игры не выводят. Она останется, повторюсь, на тех же правах, как и сейчас в ФОЖ-155. Появится новый танк. Этот исчезнет из дерева прокачки. И вместо него в дереве прокачки будет супер конкурер. Но на ваших аккаунтах он может остаться. Напоминаю, что до следующего патча еще минимум там месяца. Но чуть ли не три. И успеть выкачать себе FV-215B сейчас имеет смысл. Потому что потом его в игре не будет. Это раз. Потом на халяву вам, потом его на супер конкурера поменяют. И вы можете иметь одновременно два танка. То есть речь не идет о том, что что-то собирают. И вместо него что-то подсовывают. Да нет, вообще не об этом. Ну, в целом, короче, если вот все подытожить. И что лично я об этом думаю. Ну, замена по Кернервону напрашивалась давно. Ну, потому что, ну, танк не какущий сейчас. Не знаю, почему трогают коня. Но его не трогают так, что прямо совсем было очень обидно. Его чутка, но делают вроде более бронированным. Нужно протестить. А то, что делается с десяткой, вообще ни апом, ни нерфом назвать нельзя. Потому что просто вводят новый танк. А старый лишь убирают из дерева прокачки. Ну, и само собой, у нового коня будет своя отдельная статка. Отдельные отметки на ствол. И так далее, и тому подобное. Это можно позадротить во всякие разные варианты отметок. На вроде бы одном и том же британском топовом тяже. Вот такие вот новости, друзья. Отставляйте ваши комментарии, что вы об этом думаете. Клевый будет танк по этим данным. Не клевый. Ну, и подписывайтесь на канал. И ставьте лайк за то, что офигеть оперативно все узнали на моем канале. До новых встреч. Всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok